Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Антон Павленко, я IT-блогер и инженер. Мы начинаем нашу конференцию. Несколько организационных вопросов. В процессе доклада вы можете писать свои вопросы в чат. Telegram QR-код будет на экране. Заходите в этот чат, задавайте вопросы. Те, кто смотрит нас онлайн, могут задать этот вопрос. На платформе возле плеера у вас есть кнопочка. Обратите на нее внимание. Итак, у нас первый гость, первый спикер. Гость из Новосибирска, эксперт в области облачных технологий с использованием Terraform. Максим Кострикин. Прошу любить и жаловать. Всем привет! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Меня зовут Максим. Свой доклад я назвал Terraform Code в поисках Грааля. Я в IT больше 20 лет. Последние 8 лет занимаюсь проектами на базе облака Амазон. Являюсь сертифицированным инженером в области облачных решений от Амазона и Google Cloud. В 2019 году я уже выступал на этой конференции. Вот QR-код на мое выступление. Доклад все еще актуальный. И сегодня, по сути, логическое продолжение того, что я рассказывал в прошлый раз. Начну издалека. Инфраструктура как код. Для того, чтобы получить необходимые ресурсы для проекта, инженер может зайти в веб-интерфейс и накликать. То есть есть некая инструкция. Он идет по этой инструкции и получает ресурсы. Можно написать инструкцию для какой-нибудь программки. Например, для Terraform. То есть если нам нужен какой-нибудь инстанс в Яндекс.Клауде, можем сделать примерно вот такой вот код. Указать, какие нам нужны параметры. Настроить доступ. И попросить Terraform план. Terraform сбегает в облако через API. Проверит, что есть, что нет. И расскажет, какие изменения планируются на инфраструктуру. Если нас все устраивает, мы просим его применить эти изменения. Terraform опять через API сбегает. Сделает все, что нужно. И сохранит в специальном файлике информацию о том, какие ресурсы, описанные в коде, соответствуют индификатором в облаке. Этот файлик, он обычно сохраняется локально, но его можно положить в некий бакет, указать путь, в каком файлике хранить и в каком бакете. Таким образом, если несколько инженеров работают над одним кодом, в момент работы Terraform этот стейт файл выкачивается, делаются необходимые изменения и потом заливаются обратно. Какое-то время назад компания HashiCorp, которая занимается развитием Terraform, ввела ограничения на пользователей из российского сегмента интернет. И если есть ограничения, есть и варианты обхода. Самый простой это VPN. VPN не всегда удобно. К счастью, Terraform создавался с прицелом на корпоративный сегмент, а в некоторых корпорациях такой большой интранет, что не всегда нужен доступ в интернет. Поэтому там встроена система, которая позволяет использовать зеркала. Прежде чем рассказывать про сам Terraform, рекомендую утилитку TFENV. Эта утилитка позволяет на лету подкладывать нужную версию Terraform. Соответственно, если у вас в проекте на разных проектах используются разные версии, TFENV поможет прозрачно менять эти версии. Если задать в окружении адрес зеркала, то эта программка будет работать. Сам Terraform, для него есть настройка в домашней директории пользователя. Вся эта информация легко гуглится. У нас, по-моему, как минимум два зеркала, которые таким вот образом работают. Если вы не доверяете зеркалам, в Terraform есть возможность создать свое зеркало с Blackjack. В общем, тоже не очень сложно. Перейду к сути доклада. Я работал с многими проектами, и у них, конечно, очень разная архитектура, но чтобы быть как можно более конкретным, давайте представим, что у нас очень простой проект, где есть лот-балансер, какой-то бэкэнд-приложение и база данных. В самом начале инфраструктура обычно очень простая, но в процессе работы над проектом возникает необходимость, например, в дополнительном окружении. Чтобы в облаке экономить ресурсы, экономить деньги, некоторые ресурсы переиспользуются. Например, один лот-балансер, за которым может стоять несколько окружений, или одна база, в которой могут работать сразу несколько окружений. Ну и логическое завершение этой эволюции — это уже отдельно стоящий прот. По структуре эти окружения друг друга зеркалируют, то есть они мимикрируют друг друга, но могут различаться, например, по размерам инстансов. Кроме картинок клиенту, который приходит за услугами, чтобы мы помогли сделать инфраструктуру как код, мы продаем, скажем так, еще некоторые вещи. Ну, самое первое — это косты. То есть мы говорим, что вот наше решение позволит вам за минимальное время изменений, которые разработчик закоммитил в репозиторий, получить на продакшене без значительных затрат. То есть минимум затрат на обслуживание, максимум эффективности в доставке. Следующий момент — это возможность работы в выделенной команде над проектом. То есть в проекте у заказчика могут быть данные, которые он очень трепетно бережет и не хочет, чтобы какие-то внешние разработчики имели туда доступ. Соответственно, решение должно позволять без проблем какому-то инженеру со стороны заказчика использовать наши решения. Следующий момент — это диплой через ГИТ. То есть диплоем в облачную инфраструктуру можно управлять через какие-то изменения в ГИТе. И легкость передачи знаний. Когда на проекте работает команда, может так случиться, что половину команды перекидывают на другой проект. На текущий проект приходят новые люди. Либо заказчик нанимает со своей стороны какого-то инженера в надежде, что этот инженер сможет поддерживать проект после того, как завершится фаза разработки. И последнее, но не в последнюю очередь — это легкость в эксплуатации. То есть инструкция по использованию решения не должна быть сложнее, чем если была бы просто инструкция, как это сделать без каких-то сторонних инструментов. Теперь, как говорится, перейдем к самому решению. Начнем с простого — как разложить код. Это, в общем-то, классическая схема раскладки. Чем она проще, тем лучше. То есть если у вас не планируется какого-то серьезного разветвления с множеством регионов, с множеством environment, я рекомендую использовать самый простой вот такой способ. Внутри каждой папочки, которая соответствует какому-то окружению, раскладываются папочки, которые соответствуют каким-то ресурсам или группам ресурсов. Как разложить эти ресурсы по этим папочкам? Есть две крайности. Одна крайность — это всю инфраструктуру положить в одну папку, и Terraform за прогон может, грубо говоря, с нуля поднять production. Но обычно это решение, с ним сложно работать, и этот процесс может занимать очень длительное время. Другая крайность — это каждый ресурс положить в отдельную папочку. Ну и тогда много времени занимает переход от одной папочки к другой, чтобы всю инфраструктуру применить и привести в соответствие кода с реальными ресурсами в облаке. Вот. Мы используем вот такой вот простой способ. То, что редко меняется, можно в принципе объединить в одну папку, и если эти изменения делаются раз в месяц, можно даже подождать целый час, прежде чем они поменяются. Но обслуживание кода становится проще в том плане, что в одной папочке сразу все подобные ресурсы. И вторая группа ресурсов — это pet и cotal ресурсы. Pet ресурсы — это какие-то инстансы с персистенсом, базы данных, все то, что очень больно потерять. Их рекомендую раскладывать индивидуально, чтобы майндтейнс на каких-то папочках никаким образом не повлиял на этот ресурс. И наоборот, когда мы делаем майндтейнс, какие-то изменения на этом ресурсе, чтобы мы не задели соседние. Ну и cotal ресурсы — это те инстансы, в которых обычно какие-то stateless приложения. Мы можем их переустанавливать, пересоздавать сколько угодно. Их можно объединять в одну папочку, так, чтобы диплой самой часто изменяемой части инфраструктуры проходил максимально просто. Если время на применение этой папочки, скажем так, недопустимо большое, можно разделить на две, на три в зависимости от ситуации. Теперь как строится код? Ну, конечно же, используются модули. Самое первое, что если где-то на просторах интернета в регистере от Terraform или на GitHub, есть уже готовое решение, которое позволяет сделать некий набор ресурсов, лучше его взять себе на вооружение. Следующий модуль, он уже более такой специализированный, модуль settings. Он, по сути, содержит значения, необходимые для поднятия уникального окружения. В какой-то степени это такая подмена TFRs. Следующий модуль специализированный values. Этот модуль отвечает за то, чтобы собрать все необходимые значения и положить их в одну переменную. То есть в результате работы этого модуля мы получаем очень сложно сконструированную переменную, где большое развестистое дерево с необходимыми параметрами. Для того, чтобы собирать значения из remote state, мы используем специализированный модуль getremote state. И в нем зашита, по сути, схема расположения ресурсов. То есть если в какой-то момент мы поймем, что в одной папке слишком много папок с ресурсами, мы можем с минимальной болью как-то усложнить эту структуру. Например, сделать папку, где будут ресурсы, отвечающие за сеть. Сделать папку, где будут ресурсы с базами данных. И папку с приложениями. И поменяв в одном месте схему, скажем так, с минимум кровью, мы сможем перейти на новую схему. И вишенка на торте – это unit-модули. Что такое unit-модули? По сути, unit-модуль – это такой terraform-модуль, который очень специфичен для каждого проекта. Он на вход получает ту самую переменную values, в которой большое развестистое дерево различных значений. И внутри этого модуля каждое значение можно получить примерно вот таким образом. То есть получить, например, environment из модуля settings или id vpc из дерева, которое соответствует vpc. Результатом работы этого unit-модуля тоже одна переменная, в которую скидываются все-все-все параметры в результате создания ресурса. Если ресурсов несколько, то результаты объединяются в том виде, в котором больше удобно для конкретного случая. Как выглядит работа с unit-модулями? Здесь на схеме синенький кружочек – это некая папка с terraform-кодом, применив которую мы получаем соответствующий ресурс. Соответственно, можно, например, создать тестовое окружение, которое максимально похоже на брод, и в каждой папочке вызывать отдельный unit-модуль. А можно сделать другую папочку для деф-окружения, в которой все эти unit-модули будут вызываться одномоментно. Таким образом, за один проход terraform поднимает весь необходимый стэк. И в том и в другом случае используются одни и те же unit-модули. В общем, рецепт, как сделать красиво. То есть мы используем settings-модуль, values-модуль и unit-модули. Для кусочков кода, которые повторяются, например, для инициализации провайдеров, мы используем в проекте simlink. И для того, чтобы передача параметров не превращалась в бесконечный список параметров, мы все параметры пакуем в одну переменную и передаем одним значением. Как устроен git deploy? Git deploy тоже устроен исключительно просто. Используется репозиторий для инфраструктуры, github flow. То есть все коммитятся сразу в мастер. Любое изменение на мастер тригерит через webhook job по deploy в dev или тест окружения, в зависимости от того, как больше нравится заказчику. Если мы ставим тег на основную ветку, то из кода, который соответствует этому тегу, идет deploy в prod. Если нужно откатиться, тег можно поставить на предыдущий коммит, и deploy пройдет, скажем так, с ревертом состояния. Ну и deploy, по сути, это terraform apply на Kotal ресурсы, то есть те, которые не страшно применить. Что в итоге? В итоге, используя достаточно простой подход, мы смогли уменьшить сложность в реализации наших проектов. То есть когда ты смотришь на результатирующий код, его гораздо проще мысленно понять, что там происходит. То есть вся сложность ушла в юнит модуля. Следующий момент – это поддержка принципа не повторяться. То есть за все итерации, за все те проекты, в которых использовался этот подход, получилось сделать код настолько сухим, что если кто-то подскажет, как его можно подсушить и что, еще буду благодарен. Гибкость. Благодаря юнит модулям можно конфигурить инфраструктуру в зависимости от задачи. Очень гибко. То есть на продакшене мы используем, скажем так, полный набор компонентов. На каком-нибудь нагрузочном тестировании можем поднять пол кластера, а какую-то часть замокать какой-нибудь заглушкой. И те ресурсы, которые мы будем поднимать в соответствии с продакшеном, они будут подниматься из того же самого кода, что и в продакшене. Где в environment, который можно поднимать за один проход, он будет использовать опять же тот же самый код, что и в продакшене, что повышает уверенность в том, что когда мы смержим эти изменения, в продакшен пойдет рабочее решение. Расширяемость. То есть вот с этими юнит модулями можно сделать очень-очень сложную инфраструктуру. И пока количество микросервисов не превысит какое-то критическое число, после которого заказчик скажет, окей, окей, давайте наймем кубернет из инженеров и, скажем так, заменим часть инфраструктуры на кубернет из. Универсальность. То есть подход, он не зависит от облака, для которого пишется код. То есть он также подходит, как для Google, для Amazon Cloud или, например, для Яндекс Клауда. И последнее – это минимализм. То есть в этом подходе нет ничего, кроме терраформа. Не нужно каких-то дополнительных утилиток или инструментов, шаблонизаторы какие-нибудь или, например, террагрант. То есть достаточно только терраформа, баша и каких-то консольных команд. Ну и плюс сам код выглядит достаточно лаконично. Есть такая поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, чтобы не пересказывать листинги терраформ кода, я специально для вас сделал вот этот репозиторий. И в нем все, что описано в схемах на слайдах, реализовано. То есть три окружения, дев-окружения с юнит-модулями. Ну, я думаю, разберетесь. Если будут вопросы, система позволяет создать issues или pull-request на какие-то улучшения. Добро пожаловать. Ну и в заключение. Терраформ достаточно такой узкоспециализированный инструмент в тени кубернетеса, скажем так. И несмотря на то, что появляется очень много компетиторов этому инструменту, терраформ все еще широко используется и легко продается. У него низкий порог входа, и на нем можно делать достаточно интересные и красивые решения. В общем, пользуйтесь на здоровье. Ну и в заключение. Прошу вас поставить хорошие отметки. Плохие меня не очень интересуют. И готов с вами переписываться. Вот моя тележка. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, задаем вопросы в чат. Я их читаю. Спикер отвечает. Максим, готов? Поехали. Давай. Можно ли в State Terraform импортировать информацию о текущей инфре, развернутой не в облаке? То есть в VMware, Hyper-V, OpenStack и так далее. Хороший вопрос. Да, можно. В Terraform есть такая командочка как Terraform Import. То есть если у вас уже существует инфраструктура, которую кто-то накликал, а вам хочется перейти на инфраструктуру как код, все ресурсы, которые вам не хочется пересоздавать, вы можете импортировать. То есть описываете код и потом говорите, что вот этому коду соответствует этот ресурс. Terraform это подтянет и запишет в State. В принципе, есть даже утилитки, которые позволяют посмотреть на облако и создать соответствующий этому Terraform код. Почему делаете коммиты в мастер, а не используете фичи ветки и review deploy? Хороший вопрос. Под этим на самом деле очень большая и глубокая философия. Во-первых, есть такое понятие как право на ошибку. То есть если мы делаем достаточно хороший код, деплоим его на тест или дев, видим, что оно работает, мы говорим окей. Деплоимся в продакшн. Если мы мерземся и видим, что какие-то проблемы, делаем реверт и получаем опять стабильную инфраструктуру. То есть код опять становится стабильным. Если использовать бранчи, то очень быстро появляется split brain. То есть нужно поддерживать какие-то участки кода, которые между собой в какой-то момент могут стать несовместимыми. И поэтому конкретно для инфраструктуры лучше все держать, скажем так, на острие актуальности. То есть в одном бранче и всегда ориентироваться на мастер. Лучше хранить все ресурсы в одном стейте или один на всех? В случае разных стейтов инженеры не будут толкаться при работе с инфраструктурой? Хороший вопрос. Был у меня на эту тему слайд. Решение, как объединять ресурсы, оно зависит от проекта. То есть все участники проекта должны собраться и понять, как лучше их разделить. То есть если над, грубо говоря, над какой-то папкой, где очень много ресурсов, работает сразу два инженера, нужно крепко подумать, может быть, действительно их разделить так, чтобы не толкаться в одном стейте. Чем, по вашему мнению, декларативный подход лучше того, что предлагают компетиторы? Спасибо. Ну, во-первых, нужно использовать тот подход, который вам больше всего подходит. То есть если вам нравится Palumi или какой-нибудь Terraform SDK, пожалуйста. Но это разные подходы. То есть с помощью Terraform предлагается самый классический infrastructure the code. То есть мы смотрим на код и видим за этим кодом инфраструктуру. То есть есть однозначный маппинг между тем, что описано в коде и тем, что создается в облаке. А когда у нас код, это иногда удобно, когда у нас код генерит какую-то инфраструктуру, но инженер всегда должен как-то домыслить, то есть мысленно скомпилировать, а что должно получиться в результате. Вот еще интересный вопрос. Как бороться с планами в 3000 строк? Я же поборол. В общем, почему я вообще делал вот такие изменения, пришел к этому решению, потому что когда-то приходилось работать с планами в 3000 строк. То есть делай правильно и все будет хорошо. А где храните секреты при таком подходе? Используйте какой-то сторонний пол? Отличный вопрос. Terraform Apply требует креденшелов для доступа в облако. То есть если эти креденшалы записать в локальный CI, то есть риск, что кто-нибудь подложит какие-нибудь интересные строчки кода и вытащит эти секреты. То есть если уровень доверия своим разработчикам не очень высокий, лучше избегать такого подхода. Как сделать безопасно? Мы используем следующий подход. В облаке поднимается ресурс, на который навешиваются необходимые права. И Webhook триггерит job именно на этом ресурсе. Так как доступа к этому ресурсу ни у кого нет, кому и кому не нужно, то и забрать ключи возможности нет. Даже если эти ключи каким-то образом, скажем так, не самый добросовестный разработчик получит, то они не будут работать в другом месте, кроме как на том инстансе, где отработал job. То есть вот такой вот самый безопасный вариант. А для планов можно использовать read-only ключи и они вполне себе подходят для того, чтобы спрятать секреты. Используете ли вы совместно Terraform и Ansible? Если да, что для чего? Ну то есть для создания инфраструктуры Ansible не использую вообще. То есть есть хороший инструмент, зачем использовать не очень хороший. Ansible включается в работу уже после того, как инстанс поднялся. Соответственно там, где нам нужно сделать небольшие доработки напильником, то есть поднимается образ, который мы используем, Ansible приходит и доделывает какие-то небольшие изменения. Вот примерно так используется. Используете один и тот же тег для диплоев прод. Если один, то как потом собираете историю диплоев из гита? Хороший вопрос. По сути, имя тега, оно для людей. То есть когда мы смотрим в историю, какие релизы, какие теги переходили, мы можем сделать какие-то выводы из этого. Но сам процесс диплоя, он триггерится на сам факт создания тега. То есть тот тег, который поставили последним и будет, скажем так, победителем. То есть именно этот код будет продеплоен. Знаете ли вы способы или какое-нибудь ПО, которое проверяет провайдеры на безопасность? Есть ли рекомендации по исключению зловредных провайдеров? Не очень понятен вопрос. Облако, то есть то место, где мы хотим запускать свой проект, мы, в общем, выбираем самостоятельно. И уже на этом этапе нужно будет разбираться, насколько там безопасно и насколько это нам подходит. То есть если облако выбрано, ну, наверное, уже безопасно по умолчанию. Тут очень много вопросов по TerraGrant. Используйте, не используйте его и почему? Весь доклад был про то, как не использовать какие-то дополнительные утилитки. То есть можно ли их использовать? Конечно, можно. Но любая дополнительная утилитка, она добавляет сложности. А я, скажем так, пропагандирую такое, что надо всегда делать как можно проще. Сложно оно станет и без твоих усилий. Поэтому пока держимся без TerraGrant. Вот вы говорите, что Terraform универсальный, но он очень отличается от провайдера к провайдеру. Хороший вопрос. Да, действительно, если я написал Terraform код, который создает какие-то ресурсы в Яндекс Клауде, то, скорее всего, 100%, скорее всего, этот код не заработает для Амазона или для Google Клауда. Но я в одном репозитории могу сделать Terraform код, который поднимает и какие-то ресурсы в Google Клауде, какие-то ресурсы в Яндекс Клауде и с помощью Terraform связать их. То есть, например, повесить один лод-балансер, который будет раскидывать запросы по различным группам инстансов из разных облаков. Вот в этом плане подходит. Какие хорошие практики существуют для тестирования Terraform кода? Практики существуют. Во-первых, рекомендую посмотреть в доклад 2019 года. Там я об этом рассказывал. Самый хороший способ – это взять Terraform код, поднять где-то всю инфраструктуру, которая соответствует этому Terraform коду, напустить туда end-to-end тесты, чтобы проверить, что приложение продеплоилось и все сервисы консистентны с друг другом. И потом удалить. То есть вот этот самый bulletproof вариант. Но он дорогой по очевидным причинам и не всегда готовый его покупать. Можно ли виртуализировать state? Какие инструменты для этого есть? Виртуализировать state? Визуализировать. Если честно, не очень понимаю, зачем его визуализировать. У нас уже есть Terraform код, и он, по сути, как инструкция, уже говорит о том, какие ресурсы за этим Terraform кодом должны быть созданы. Код потерялся, а state остался? Ну, не знаю. Следить лучше за своим кодом. Неужели, ну, прям все разработчики сразу потеряли git-репозитории? Вот это уже более интересный момент, да? Что какой-то... Вопрос звучит так, что я разработчик, я работаю над Terraform кодом, я сделал какие-то изменения, то есть я сделал Terraform apply на свой код, но не до коммитил. То есть тот, кто начнет использовать Terraform код из мастера, он, по сути, будет откатывать те изменения, которые я применил. В самом начале разработки, когда проект небольшой, команда небольшая, это, в принципе, допустимо. Ну, скажем так, немножко поругали на дейлике и едем дальше. Но чем более взрослым становится проект, тем в какой-то момент нужно это запретить. То есть все изменения только после того, как они будут смержены в мастер. Более того, для работы со своим Terraform кодом можно дать какое-то деф-окружение, изменения на которые, ну, скажем так, никому не будут мешать. То есть если ты там что-то сломал, ты сломал только себе. А в прот, в тест-окружение, туда деплоить только через джобы. С Windows работал? Нет. Тут просто вопрос. Даже если работал, не сознаюсь. Как, в принципе, готовить? Terraform работает и под Windows. То есть ему достаточно без разницы, где запускаться. Ресурсы в облаке, они поднимаются вне зависимости того, Windows там или нет. То есть после того, как поднялся инстанс, на нем может запуститься как Linux, так и Windows. В этом плане Terraform, ну, скажем так, подходит. Используете ли Terraform Workspace? В Terraform есть такая штука, как Workspaces. Используем ли мы в проектах? Нет. Но в каких-то местах это может пригодиться. Почему не используем? Об этом, в принципе, уже много сказано слов про это, но повторюсь. Когда мы смотрим на код, мы, скажем так, компилируем ту картинку, которая будет соответствовать этому коду. Если мы используем Workspace, то возникает некая двойственность, что а вот если такой Workspace, тогда что будет? А если такой, что будет? Поэтому, когда мы делаем свой проект, мы даже копируем код. То есть в Prode и в Teste буквально одни и те же файлы лежат, но они применяются отдельно из разных папочек, чтобы было вот это понимание, что если код лежит в этой папочке, он соответствует этому окружению. А Workspace, они, скажем так, усложняют понимание. То есть это усложнение без каких-то хороших бонусов. Пишите ли свои модули для создания шаблонных ресурсов? Когда надо, конечно, пишем. То есть создание модуля – это достаточно простая задача. Единственная причина, почему я рекомендую сначала порыскать по открытым источникам, то есть зачем делать работу дважды, если хороший человек ее уже сделал. А если он не хороший человек и сделал хороший код, то можно не сказать спасибо. Что используете в качестве балансировщиков нагрузки? Это не совсем про Terraform, это уже про облака. То есть в каждом облаке свой, и каждое облако предоставляет лот-балансер, и они достаточно хороши, особенно пока ваш проект не становится каким-нибудь Facebook или YouTube. Используете ли версионированные модули, приходилось ли их выносить в отдельные репозитории? Хороший вопрос. Пока проект простой. Все модули, юнит-модули или модули, которые, скажем так, позволяют упростить юнит-модули, мы храним в одном репозитории. Почему? Потому что мы говорим, что вот тот срез, который соответствует какому-то коммиту, он гарантированно консистентен, то есть все модули друг для друга подходят. Следующий момент, что когда мы деплоим prod, мы деплоим тот же самый код, который мы проверили на предыдущих окружениях, в тесте или в деве. Когда необходимо включать версионирование, то всегда есть собланс увеличивать версию модуля для тест- или дев-окружения, а в prod эта версия может, скажем так, сильно отставать. Поэтому версионирование, ну скажем так, пока обходились без версий. В чем храните стейт? А, про версии. То есть когда используются внешние модули, там, конечно, нужна версия, потому что вы не контролируете этот код и вам нужно его зафиксировать. В чем храните стейт? Что еще пробовали? Кроме, использовали S3 bucket, как очевидно, то есть в каждом облаке есть свой аналог, object storage в Яндекс Клауде. У Terraform есть, скажем так, платный сервис Terraform Cloud. Он позволяет тоже хранить там стейты. То есть вот примерно вот эти два варианта. Вариантов, где хранить стейты, очень много в документации можете посмотреть, можно в пасгрессе хранить. Используете ли в своей практике count for each и tmpl? Да. То есть если нужно сделать пяток одних и тех же ресурсов, включаем count и из массива, то есть в массиве могут быть какие-то отличия этой группы ресурсов и через count создается эта группа. Каждый элемент, каждый ресурс в этой группе может иметь какую-то свою особенность. Приходилось ли править руками tf-state, чтобы подгонять код под реальные состояния инфраструктуры? Если невозможно использовать terraform import, который позволяет в state-файле поменять какие-то значения, да, это тот же самый файл и, скажем так, иногда, чтобы сэкономить время, проще подредактировать. То есть там вообще такая ситуация, что если проще удалить ресурсы, удаляем ресурсы, terraform их пересоздаст. Если ресурс удалить нельзя, то импорт. Если импорт не работает, ну приходится вот так глубоко погружаться. А если нужно вот сегодня передеплоить в prod, а на мастере уже код, который тестируется на dev? Что значит код, который тестируется на dev? То есть когда он выкатился, по идее должен запуститься процесс тестирования. Мержится обычно небольшими кусочками. То есть есть некий state, в котором мы говорим, что наш код для инфраструктуры стабилен, мы добавляем туда маленькие изменения и его протестировать достаточно быстро. И по идее, вот как только тестирование закончено, нужно триггерить deploy в prod. То есть такую ситуацию, что целую неделю мы тестируем, ну значит где-то не так построены процессы. Как бороться с накликиванием ресурса? Выкатили инфраструктуру, все после поняли, что не хватает пару параметров, добавили, протестировали, все ок. Обновить стоит забыли. В момент следующего диплоя неописанные стоит параметры удалились и все упало. Я думаю, это было хорошим уроком. Хорошим уроком и это тот опыт, который, скажем так, нужно приобретать. И быть благодарным, что упало что-то не совсем сложное. Для генерации переменных для Terraform рассматривали Ansible? Нет. Он усложняет без видимых бонусов. Ну это ты, в принципе, отвечал в процессе доклада, но озвучил. Как относитесь к шаблонизаторам в TF? Тот же Jinji или еще что-то? Каждая задача, для каждой задачи есть инструмент, который максимально хорошо подходит для решения этой задачи. То есть, если я не знаю, какую задачу хочется решить шаблонизатором, сложно ответить, подходит он или нет. То есть там, где подходит только Terraform, там много всяких инструментов, которые позволяют и шаблонизировать, и повторять, и прочее прочее. Можно ли в одном манифесте подключиться к разным облакам для создания ресурсов? Да. Но я об этом уже говорил. Вопросы пока закончились, но я вижу, что в чате пишут. Да. Я готов с вами продолжить общение. Тогда, как говорится, если у вас есть интересный вопрос, вот мое телега, открытое общение. В принципе, вы можете со спикером тогда в туарах пообщаться. И нам надо выбрать три хороших вопроса. Три хороших вопроса? У нас два подарка от Крок и твой личный. Да. Ну, давайте начнем с моего, с моего личного. Я специально привез сладкий подарок для сладкого вопроса. Вот коллега, вопрос ваш очень понравился. Я уже не помню, да, не помню, про что он был, но как бы галочку я вам поставил. И два вопроса, да, кушайте на здоровье. И два вопроса из списка. Да, все такое вкусное. Где-то на половине я еще помнил. Я еще помнил какие... Я могу тебе дать почитать вопросы. Так, давай. Я думаю, что ты что-нибудь, да, найдешь еще. Ничего себе. Да, вопросов было много. Вопросов много интересных было, поэтому сейчас мы что-нибудь довыберем. Ну, есть вопросы из разряда часто задаваемых вопросов, а были те, которые... Заставили задуматься. Да. Давайте один, ну, первый, кстати, один подарок за вопрос. Лучше хранить все ресурсы в одном стейте или один на всех? Это про то, как гранулировать терраформ-код по папочкам. Кто там? Считай, как зовут. Николай. Поздравляю. Так, и второй. Да, был вопрос, а где же Грааль? Пересмотрите запись. Он весь там. И второй вопрос. Это про секреты... Где храните секреты? Как зовут? Литл Йоу. Литл Йоу. Поздравляю. Спасибо, что пришли после вчерашнего корпоратива. Спасибо, можете. Увидимся. Восторг, выгу. Буйтесь, пусть звонца. Пойдем岁 и подписывайтесь. Будьте замените нул, horseawak, Продолжение следует...